Новые имена, спецпроекты и любимые гости Надежды Павловой, заслуженной артистки РСФСР Светлане Ефремовой, народных артистах Чувашии Галине Васильевой, Юрии Свинцове, заслуженной артистке России Ольге Серегиной. Также гостям фестиваля была представлена сувенирная продукция, среди которой книги о Надежде Павловой и Светлане Ефремовой. Мне очень понравилась выставка, очень интересно рассматривать экспонаты. Все представлено как в театрах Москвы и Петербурга. Мне очень интересно читать описания, рассматривать книги, фотографии. За свои больше уже четверть века Международный балетный фестиваль стал уже, наверное, частью культурной жизни Чебоксар и таким событием, которого все ожидают, с которым связаны приятные воспоминания, начало весны, тепла и праздника балета. Ну, мы стараемся каждый раз радовать зрителей новыми постановками, новыми коллективами, новыми солистами. И в этот раз мы, конечно, не обманули их ожиданий. Это программа, состоящая из восьми вечеров. Фестиваль открылся совместным проектом Театра оперы и балета и Чувашской государственной академической симфонической капеллы, премьеры одноактных балетов «Титания» и «Болеро». Вечера одноактных балетов продолжились постановками лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая маска» театра «Балет Евгения Панфилова. Город Пермь». Очень любим этот город, не первый раз здесь. Прекрасная публика, прекрасная сцена. Современная хореография также была представлена балетом Воронежского государственного театра оперы и балета «Орликинада Нью» на музыку Алексея Айги и постановкой Чувашского государственного театра оперы и балета «Симфонические танцы» на музыку Сергея Рахманинова. Классическую программу фестиваля в этот раз представили балеты «Жизель» Адана и «Дон Кихот» Минкуса. Главные партии в балете «Жизель» исполнили звезды Большого театра заслуженные артисты России Анна Никулина и Александр Волчков. Приглашенные артисты в постановки «Дон Кихот» солисты Екатеринбургского театра оперы и балета Елена Кабанова и Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Якобсона Андрей Сорокин. Наверное, ты сразу чувствуешь, принимает тебя зритель или нет. То есть зритель живет с тобой, проживает этот спектакль или нет. В регионах, в которых тоже происходят такие фестивали и поддерживаются правительством, это очень важно, конечно, потому что без поддержки правительства, наверное, это очень сложно сделать. Особое место в программе 26-го международного балетного фестиваля занял вечер, посвященный Надежде Павловой, уроженке города Чебоксары, народной артистке СССР. Уникальные концертные номера, которые когда-то танцевала знаменитая балерина, представили учащиеся Пермского хореографического училища «Альма-Матор» Надежды Павловой. Мы очень рады, что в вашем городе проходят такие фестивали. Это имеет очень большое значение. Такого уровня Пермское – это великолепное, знаменитое училище. И вот работа их детишек в классике, в сложном репертуаре тоже любопытно увидеть будущее балета. Так что, видите, программа, как всегда, разнообразная, контрастная, насыщенная. Кроме того, педагоги Пермского хореографического училища также в рамках фестиваля провели смотр и предварительный отбор детей для возможного поступления в училище в будущем учебном году. Посетили с мастер-классом Чувашский институт культуры и искусств. Одно из новшеств Международного балетного фестиваля – открытие медиашколы. Ее участники получали практические навыки театрального фотографа, посещали мастер-классы по классическому и современному танцу, слушали лекции о театральном искусстве, смотрели фильмы о выдающихся земляках Чувашии в области балетного искусства. Кроме того, в этом году балетный фестиваль посетила целая плеяда известных музыкальных и театральных критиков, а также эксперты российской национальной театральной премии «Золотая маска». Не только артисты приезжают, но и критики проявляют интерес. Среди них такой знаменитый патриарх, можно сказать, балета, главный редактор журнала «Балет» Валерия Лёсина Уральская, известный балетовед из Петербурга Ольга Ивановна Розанова. В общем-ка, молодые критики. Все это говорит о том, что фестиваль наполняется каким-то особым содержанием. Также в преддверии фестиваля мы сделали уникальную экскурсию по театральному закулисью. Ребята никогда не заглядывали в оркестровую яму, не ходили по сцене, по закулисному пространству, не смотрели, как двигаются декорации. Сейчас у них была возможность окунуться в закулисное пространство, и они с радостью, конечно же, поучаствовали в этом специальном проекте. Дальше в планах у театра большая программа задействовать молодежь, школьников и сделать спектакль-квест в летний период, где ребята будут уже, как сказать, срежиссирована будет наша экскурсия по театру, по закулисному пространству, и они будут уже проходить квест, разгадывать разные тайные загадки театральные. И мне кажется, это будет им еще дополнительной возможностью окунуться и приобщиться к театральному мировому искусству. Праздник балетного искусства завершился традиционным галоконцертом с участием звезд, ведущих российских театров и зарубежных гостей.